Занимательная лаборатория по физике прошла в точке роста на базе первой школы. Её приурочили к первому полёту человека в космос. Ребята не только изучили тему, но и узнали новые факты из истории. О том, как прошёл Космолаб, в сюжете Елизаветы Кабановой. Как определить массу нашей планеты, если её нельзя взвесить? Этому научились семиклассники первой школы. Сначала им рассказали теорию, написали на доске формулы, а затем началось самое интересное. Мы измеряли плотность макета Земли. Сначала делали его сами. И потом измеряли сначала радиус с ядром и без. Ядро было как раз таки металлическое. И измеряли массу с ядром и без, чтобы потом, вставив числа в формулу, можно было измерить как раз таки и плотность Земли. Вычисления затруднения не вызывали. Новая информация воспринималась легче. Ведь все расчёты сопровождались практикой. Также семиклассники узнали интересные факты о космосе. В космосе можно вырасти на 5 сантиметров. Мы изучили плотность Земли. И много чего нового я взяла себе в голову. Благодаря подобным лабораторным работам ребята не только узнают новую и интересную информацию, но и усваивают материал гораздо быстрее. Ну, сегодняшний урок у нас посвящен Дню космонавтики. И мы проводим лабораторную работу. Как и любая лабораторная работа, я думаю, что ребятам такая форма работы интересна. Ну, и в ходе выполнения такой вот работы, так как у детей появляется интерес, я думаю, что они лучше запоминают материал. Урок приурочили ко Дню космонавтики, который ежегодно отмечается в нашей стране 12 апреля. Именно в этот день, 60 лет назад, Юрий Гагарин первым отправился в космос. Ну, такой урок проводится по распоряжению Министерства просвещения. Задание спущено на точки роста и кванториумы. В нашей точке роста проводится впервые. Что такое космолаб? Космолаб – это лабораторная работа по физике на тему космоса. Также ко Дню космонавтики среди старшеклассников со 2 по 9 апреля проводилась викторина, где они отвечали на вопросы, связанные с космосом.